Доброй ночи! Ну что ж, наша столица понемногу оживает после новогодних праздников и вполне успешно. Да, последний месяц зимы обещает быть щедрым на презентации новых заведений. Ждем. Ну а пробуем сегодня коктейль Мегроник. Крепкий, согревающий и вселяющий веселость. Как ни крути, а до весны еще ой, как далеко. Так что греемся. Впервые попробовав этот красный с рубиновыми искрами коктейль, довольно сложно угадать, из чего он сделан. Компоненты в сочетании дают новый, ни на что не похожий вкус. Кроме того, напиток отлично раздразнивает аппетит. Вермутт вселяет веселость, а джин выветривает из головы посторонние мысли. Негроник назван по фамилии своего изобретателя, некоего богатого и знатного итальянца, жившего в 20-х годах 20-го века во Флоренции. В те времена расцвета стиля модерн и моды на декаданс был очень популярен коктейль «Американо». Однако граф Камила Негрони был не удовлетворен его малой крепостью, из-за чего портой напитка за вечер приходилось пить изрядное количество. Так что Кутила перед приемами или светскими вечеринками давал указания официантам заменять содовую на джин. А чтобы не спутать свой коктейль с другими, бокал для графа украшали долькой апельсина. Усовершенствование сеньора Негрони очень понравилось итальянским футуристам, с которыми граф обычно проводил вечера в литературных кафе Флоренции. Они даже считали, что коктейль помогает им творить, так как тонизируют и внушают веру в собственные силы. Сегодня опытные бармены полагают, что Негрони можно или очень любить, или ненавидеть. В какой группе относитесь именно вы, можно узнать только на практике. В общем, экспериментируйте! Шершеля Фам Это клубное женское издание, созданное для женщин, любящих себя, ценищих свое время и требующих от жизни и окружающих полной самореализации. В честь первой годовщины журнала устроили вечеринку в ресторане «Монако». Шершеля Фам Ищите женщин, то тут, то там рассыпан женщин. Шершеля Фам Шершеля Фам Так говорят французы, подразумевая, что женщина является причиной всего происходящего, и на самом деле именно вокруг нее вращается целый мир. Действительно, не так уж просто в наше время отыскать женщину с большой буквы. Но найти ту самую Ля Фам, о которой твердят французы, внутри себя, поистине важно для каждой из нас. Шершеля Фам Шершеля Фам в себе, а если не находишь, не бойся создать ее. Этот девиз стал главной темой для Марины Ситник и ее журнала. Все истории, рассказанные на его страницах, созданы настоящими женщинами, теми, кто сумел добиться успеха, оставаясь при этом лучшей половиной человечества, не просто на словах. И получился журнал, совсем не похожий на обычный женский глянец, который, собственно, и чтиво мне всегда можно назвать, из-за огромного количества похожих друг на друга модных картинок. Как же приятно, что в этом океане подражания и безликости уже год существует островок женской мудрости и силы. Здесь собрались умные, талантливые, бизнес-леди, дизайнеры, артистки, телеведущие, художницы. Все, кто хочет поделиться своим жизненным и профессиональным опытом, советами и даже секретами своего успеха. Они действительно заслуживают уважения и восхищения. Ими хочется восторгаться и учиться у них тому, как стать успешной, как стать неотразимой, как стать счастливой. Что вас связывает? Как вы попали на обложку этого журнала и ваши отношения к этому изданию? Я очень рада, что они меня пригласили, потому что мне очень нравится этот журнал. И очень нравятся люди, которые делают этот журнал. В основном женщины. И, вы знаете, я раньше думала, что мне всегда лучше находить общий язык с мужчинами. Но сегодня я думаю, что это не так. Я думаю, что деловые женщины, которые имеют цель в жизни, стремятся к чему-то, они объединяются и понимают друг друга. Мне больше всего нравится, конечно, первая страница. И так как они умеют из женщин, вот практически все женщины, которые на обложках, я их все знаю, этих женщин. Но они умеют там подать этих женщин в таком необыкновенном ракурсе, что я вот каждый раз смотрю на все новые и новые обложки, и я открываю для себя этих женщин в совсем другом виде, в совсем других героинях. Что понравилось в номере с вашим участием? Мне, знаете, я не скромно скажу, что мне очень понравилось, как они подошли к отбору кадров, моих же, да, и как они подошли к интервью со мной. Потому что мне такое очень серьезное все такое, каждый раз. Но они так сумели подать меня, что даже многие мои друзья говорят, что они открыли во мне много нового. И вы знаете, что фотосессия у нас заняла полчаса. Чего им еще не хватает? На самом деле, когда я впервые услышала, что журналу только лишь один год, я думала, что надо мной просто пошутили. Я не ожидала, что только год, я думала, что намного больше. Вот, поэтому я думаю, что за год это очень большие достижения. Я желаю продолжать, потому что самое главное в этом бизнесе – это удержаться и достигать еще больших высот. Лицом каждого номера Шершеля Фам становится не очередная модель-однодневка, а обаятельная, харизматичная женщина, уверенная в себе и триумфально шагающая по жизни. Иначе быть не может. Какая женщина может попасть на обложку вашего журнала? Самая достойная, умная, красивая, целеустремленная – это наша героиня. А скажите, на обложке может быть просто модель? Или это обязательно личности? Нет. Такова концепция, что мы хотим, чтобы журнал представляла только женщина, которая достигла в жизни очень многого. То есть женщина-личность, да, которая стремится к успеху. Мы стараемся, чтобы каждая женщина дошла в себе ту изюминку, которая в ней есть. Нашла, взрастила, взлелеяла. И чтобы мужчины, которые ее окружают, это оценили. А чем вы выгодно отличаетесь от остальных женских изданий? На ваш взгляд, чем именно? Мы – клубное издание. У нас наша целевая аудитория, вот она. Она недалеко. У нас очень тесное общение. Очень многие женщины ведут у нас рубрики. Поэтому мы точно знаем, чего хочет женщина. В нашей стране женщины испокон веков были сильными и красивыми. Они умеют работать, создавая и совершенствуя себя, свое дело, а порой и мужчин. Ведь не зря говорят, что успех мужчины зачастую зависит от того, какая женщина находится рядом с ним. Мудрая знает, как создать комфортное сосуществование, быть интересной и сделать своего мужчину счастливым. Конечно, знания приходят со временем, и их нужно перенимать у более опытных подруг. Для этого и существуют женские журналы и женские клубы. Кстати, клубу Шершеляфам уже 5 лет. Сейчас в нем насчитывается около 300 человек. И каждая из этих женщин – это целый мир и своя история. Но правда, что мужчины боятся умных женщин? Нет. Я, например, безумно боюсь дур. Дальше что? А правда, что боятся успешных? Тех, которые много зарабатывают, имеют высокий статус в обществе. И, возможно, даже более высокий, чем... Не боятся. В этом есть какой-то элемент противоестественности. Есть мужчины, допустим, да. Я не хочу обижать этих мужчин, но в этом что-то есть такое альфонское. То есть, все-таки, находясь рядом с женщиной, мужчина должен чувствовать себя сильнее. Все песни, все дела мужчин – все ради женщин. И что бы они ни говорили, каждый из них мечтает встретить ту самую, ту единственную, свою неповторимую половинку. Ну что ж, ищите женщину там, где красота, роскошь и мода. Ищите там, где собираются такие же успешные и самодостаточные подруги, как она сама. Ищите там, где собираются члены клуба Шарше Лафам. Ищите женщину, а когда найдете, берегите ее, люлейте и прислушивайтесь ко всем ее желаниям. Ведь, как говорят все те же французы, чего хочет женщина, того хочет Бог. Но сотни раз, сродни стихам, звучат слова любви-признания. Шарше Лафам, шарше Лафам, как колдовство, как заклинание. И чем только не привлекают публику диджеи. Новыми хитами, стилем, эпатажем. Но девушкам, конечно, проще в их арсенале язык тела. Репортаж у диджея Сахара от Артура Малько. Привет всем, кто не спит и смотрит программу «Коктейль». Если вам нет еще 16 лет, лучше переключите канал, потому что сегодня мы покажем вам топ-лес-найт-шоу в клубе «Потипа». В исполнении московской гости-диджея Сахары, которая играет на пластинках и показывает фриптиз одновременно. Давненько мы не заглядывали в музейный переулок, где находится живой экспонат ночной жизни Киева. За последние несколько лет клуб «Потипа» пропустил через свои двери не одну тысячу посетителей и стал сценой для диджеев из разных уголков нашей танцевальной планеты. И несмотря на то, что конкуренция в ночной индустрии наступает на пятки и открываются новые заведения, «Потипа» живет, танцует и улыбается. А главное – пьет коктейли из рук профессиональных барменов. Какие самые актуальные коктейли для девчонок? Для девчонок – Макита. Очень любят все Макита. Для парней – Лонгайл. Ты в Америке видел диджеев девушек, которые раздеваются? Да, да, да. Американцы очень сильно любят такие движения, как мокрые футболки, когда обливаются водой. Не надо. Да, когда девушки обливаются водой, и видно их не бюст, то так же самое поступают и диджейки. Их обливают водой, она как бы потеет, то есть мокрое тело женское. Потом они снимают футболки и заводят полностью всю толпу. Ну что ж, мы только что узнали, что американцев возбуждают потные, красивые диджейские девушки. Посмотрим, как это будет выглядеть сегодня в «Потипа». Оставайтесь с нами. Мы отличаемся от американцев прежде всего умением веселиться и гулять. Было заметно, что еще до выступления эпатажной москвички публика уже была заряжена эротическим настроением, поцелуями и объятиями. А значит, пора представить главную героиню на растерзание танцпола. Диджей Сахара, девушка из России. Мы сейчас практикуем раз в месяц проект «Топли знает». Вы сегодня в «Потипа» просто так, случайно или специально пришли на московскую гостью диджей Сахара? Узнали, что сегодня играет замечательный диджей. И мы остались здесь специально, чтобы послушать этого профессионального человека. Нам очень интересная ее творчество. Посмотрите, как она это делает. А что она делает? Она раздевается. Она играет и раздевается, как топли. То есть сегодня здесь неинтересно. В курсе о том, что сегодня здесь играет диджей Сахара из Москвы. Девушка, которая в процессе своей игры на пластинках раздевается. И как бы уже получается такой стриптиз диджея. Ух ты! Нет, я не в курсе. Я только сейчас узнала об этом. Это интересно. Я, наверное, останусь здесь. Оставайтесь, конечно. Ведь не каждый день можно увидеть девушку-диджея, которая общается с народом не только посредством музыки, но и использует свое тело, повышая флирт-фактор и поднимая танцевальный дух. Вот только уж очень захотелось. Нет, пока еще не то, о чем вы могли подумать. Захотелось узнать, действительно ли Сахара играет, выполняя диджейскую работу, или только делает вид, танцуя и раздеваясь. Ты всегда играешь и сводишь треки live, то есть вживую, или иногда бывают ситуации, когда нужно играть под сведенный микс? Ну, играть под сведенный микс нет. Точнее, в тот момент, когда я раздеваюсь, наверное, и оставлю микс. Ну, это буквально три трека, и все. А потом, после этого снова переходишь уже на игры? Ну, да, да, да. А что рождать слухи, как родила бензина, что она ставит микс и вся фигня там? Не хочу. Наоборот, хочется доказывать, что и девушки имеют сводить. Сколько еще таких девушек-диджеев, которые играют на пластинках и показывают стриптиз? Ну, как я знаю по последней информации, вроде остался на Эле, а все остальные диджейки вроде доходят до купальника и дальше им совесть не позволяет. А скажи, где твоя грань? Грань? Грани нет. Хорошая зарплата, грани нет. Окей. Ну, был такой случай, кстати, в городе Днепропетровске. Это, кстати, очень хорошо заплатили, я не спорю. И я раздевалась полностью. Скажи, ты перед выступлением заряжаешься просто своей внутренней энергией и энергией людей, которые тебя окружают? Или, может быть, есть какие-то напитки или другие средства, которые поднимают тебе настроение? Ну... Какой твой любимый коктейль? Самбука. Можно сделать вывод, что у Сахары есть будущее в ночном бизнесе, но вот какое именно не знает никто. Да и не хочется думать о чем-то глобальном и философском, когда на часах за полночь на танцполе полно людей, а в баре ждут любимые коктейли. Амстердам Город — это что-то вроде медали. И ее две стороны очень хорошо чувствуют и различают туристы. Грамотные туристы. Каждый в этом городе видит то, что хочет, а гордость старый город абсолютно не пытается кого-то в чем-либо переубеждать. Голландцы удивительно целостный народ, который уважает свободу и умения каждого, индивидуальность и людей, умеющих быть, вещи в себе. Все остальные просто здесь теряются, поддаются соблазнам и уезжают разочарованными. Дабы этого не произошло, помимо знаменитого Красного квартала, кофешопов и клубов, стоит посетить музеи, погулять по городу и вообще попутешествовать по всей стране, дабы действительно понять Нидерланды. Мы расскажем об Амстердаме в большей части ночном, в котором, безусловно, будут и клубы, и бары, и кофешопы, и рестораны. Но с настроением, которое помогает замечать и чувствовать в основном хорошее, и которое не замечает грязи, слабости и прочего. Хотя кое-где умолчать не удастся, но это потом. А пока об алкогольных традициях. Вообще, обычный голландский напиток – пиво. Правда, знаменитый Хайнекен местные жители не всегда жалуют. Что радует – пьют коктейли. Хотя не так, как в Лондоне других значимых для барменов столиц. Коктейль-бары существует, но немного. Многие считают, что в этом городе лучше вообще не пить. Особенно туристам, которые в обязательную программу «Путешествие в Амстердам» включают дегустацию разных сортов марихуаны и гашиша. Здесь они слишком забористы, чтобы мешать их с чем-то еще, без ущерба для здоровья и ориентации в пространстве. Поэтому выбирайте. Лично меня покорил музей национального напитка. А голландцы – своим уважением к традициям, умению их хранить и развивать. В Амстердаме, который можно считать городом музеев, здесь их более 40, есть дом Болса, посвященный национальному напитку Дженеверу, также известному как голландский джин. Дженевер – это крепкий ликер с можжевеловым вкусом, от которого и произошел джин. Считается, что он был придуман голландским химиком и алхимиком Сильвиусом де Буве и в конце 16 века продавался как лекарство. Позднее Дженевер полюбился своим вкусом и здоровым гражданам и стал традиционным голландским ликером. Музей создан старейшей голландской компанией Болс, основанной в 1575 году, которая производит Дженевер с 1664 года. В доме Болса мы узнали все о ликерах и коктейлях, увидели старинный процесс приготовления Дженевера, услышали историю об отношениях Рембрандта и Лукаса Болса, которые были соседями. Однажды Рембрандт необычным образом оплатил один из счетов, расплатился с Болсом картиной своего ученика. Оригинал находится в музее. Здания в Амстердаме выглядят старинными, но внутри зачастую все модернизовано и сделано в соответствии с техническим прогрессом. Музей Болса удивил своим интерьером в стиле хай-тек, разнообразием впечатлений, визуальных, вкусовых, поразивших обоняние и фантазию. Музей Экскурсовод и бармен полностью погрузили в мир истории и смогли вызвать неподдельный интерес и симпатию к самому напитку и компании, его создававшей столетиями. Музей Болса Также есть зал, в котором знакомство с популярными коктейлями полностью отдано во власть компьютерам. Они рассказывают, показывают, учат готовить, после чего предлагается выбрать напиток для себя. Крепкие, не очень фруктовые, сладкие, сложные, простые. Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится. Музей Болса А с рецептом в виде чека приглашают в дегустационный зал. Там веселые бармены приготовят то, что было выбрано. Итак, Датч Энн Баттер Скотч и Александр. А после обязательно предложат пройти в мягкую комнату с видеоучителем. А учиться будем флейерингу. Фух, сколько раз наблюдала, но не думала, что, казалось бы, простые движения, ой, какие непростые. Музей Болса Затем зал, имитирующий дискотеку, на которой напитки Болс, конечно же, пользуются огромной популярностью. Музей Болса И напоследок очаровательнейший бармен, воистину шоумен, знаток истории напитка и коктейлей. Рецептур, разных способов приготовления и всех сопутствующих тонкостей. Первый коктейль Болс Амстердам, простой и вкусный. 10 секунд, засекайте и напиток готов. Второй коктейль Болс Амстердам, простой и вкусный. Второй коктейль Болс Амстердам. Четвертый кайпериня с клубникой. Вкусно настолько, что невозможно оторваться. Это представление, подкрепленное вкусовыми ощущениями и восхищением от влюбленного в свое дело человека, стоит того, чтобы посетить Амстердам и этот музей. И уж точно подарков из Украины. Голландия подарила миру не один популярный напиток, без которого многие бармены и посетители не представляют успешное питейное заведение. Мы постараемся в репортаже из каждой страны подробно рассказывать об известном национальном напитке и питейных традициях. А пока в следующей серии о улице Красных Фонарей. Эх, ну что ж, негрони – это все-таки мужской коктейль. Уж больно крепок. Да, вам все же советую не изменять любимому кир-роялю или мохито. Но телевизионный коктейль ждите, как всегда, ровно через неделю на пятом канале. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!